Ванюшка осторожно, не поворачивая головы, покосился на Степана. Тот не шевелился, даже кутело в руке не дрогнет, глазом не поведет. Слушает, понял Ванюшка. Не крадется ли к ним потихоньку ошку из-за торосов? Может, поиграть захотел, как кошка с мышью? Спрятался и ждет? Ванюшке очень захотелось крикнуть, сделать что-то. Невозможно так стоять неподвижно и ждать. Чего? Ну вот Степан, ничего не говоря, взял его за руку и шаг за шагом начал отходить от лохтаковой дорожки в сторону. Если ошкуй, где у дорожки близко залег, они стороной обойдут. А солнце уже чуть не к самым торосам на горизонте снизилось, закраснелось, словно лохтачья кровь до него добрызнула. И тени все длиннее, от каждой малой глыбки льда тянутся. По ним ступаешь – точно спотыкаешься. «Степа!» – шепнул наконец Ванюшка, осмелившись. «А как затемнеет, а мы до дому не дошли». Но Степан только крепче его руку сжал. «Ночь ясная, не рубей, пусть звездам чай дорогу найдем, а дальше и луна на малое время покажется». Шли, не чувствуя усталости, хотя очень торопились. Все-таки успели. С припая на берег вышли, еще не в полной темноте. Подходя к избушке, услышали дальний ровный гул. Шла большая вода, поднимала припай, играючи ломала льдин из края и снова их к краю в другом месте прилаживала. От первого же стука дверь сразу отворилась. Видно, кормщик у порога стоял, прислушивался. Но как вошли, беспокойства своего не показал, точно его и не было. Про все расспросил по порядку и голосом не дрогнул. «Утром за лахтаком всем вместе идти», – сказал только. «Ушку известно остатки закупает, а к ним не ворочается. Гордый зверь. Однако пойдем с оглядкой. Грех да беда на кого не ждут. А теперь на отдых пора». Когда стали укладываться на нары, кормщик, словно нечаянно, Ванюшку за плечо обнял и к себе легонько прижал. Молчал и Ванюшка, не пошевелился и не промолвил ничего. Боялся осторожную отцовскую ласку спугнуть. Так и отпустил его отец молча, как и обнял. Но у обоих на душе потеплело. За лахтаком, вернее за тем, что медведь от лахтака оставил, собрались на следующий день, как чуть разведнелась. Ванюшка соскочил с нар быстро. Норовил раньше Степана одеться. Если опоздает, Степка-пересмешник не пропустит. Тебя скажет. Кайры дожидались. Яиц нанесли. На всю зиму яичню стряпать можно было. Да не дождались. Из яиц цыплят повывели и с ними за море улетели. Ванюшка хоть и знает, что никаких яиц сейчас нет. Кайры давно в теплых краях зимуют. А все же обидно слушать, потому и торопится. Печки не топили, не хотели тратить времени. Быстро закусили холодным жареным мясом и за пазуху в запас крошоного спрятали. Не то замерзнет и не угрызешь. С тем и в дорогу направились. Взяли санки, что Степан сделал из плавника. Хоть и половина от лахтака осталась, а на плечах нести тяжелее, чем везти. Погода на счастье. Второй день стояла тихая. Следов вчерашних не замела. Идти легко. Но Степан то и дело отходил в сторону. Приглядывался. Не окажется ли где новый след ошкуя, если ему вздумалось лахтаком еще раз закусить? Федор шел с трудом. Сутулился. Тяжело опирался на кутело. Что, вас троих не хватит одного лахтака на санке дотащить? Ошкуй-то от него, небось, один хвост оставил. Еще в избе пробовал он отговориться. Но Алексей не отступился. Иль ты не промысленник, что того не знаешь? Хворь на лежачего кидается, к стоячему с опаской подбирается, а отходячего сама без памяти бежит. Не видишь, у меня и сапоги то сношены. Беречь надо, продолжал отговариваться Федор. Для того и за лахтаком поспешаем, поддразнивал Степан. Сколь уж куй не поел, а тебе к новым сапогам на подошвы хватит. О тебе заботимся. О себе лучше заботу держи, от других не горюй, отмахнулся Федор. Однако оделся и кутело взял. Сапоги свои долго разглядывал, подошву выстукивал. Сам косился. Алексей видит ли? Кормщик приметил, но виду не показывал. И Степану строго глазами знак дал. Не привязывайся, мол. Шлиходка. В этих местах никогда не знаешь, на что погода через час перекинется. Кять, сказал Ванюшка. Гляди, откуда они берутся? Сколь их много? Все на минуту остановились. Ванюшка кутелом показал на небо. Там, где полагалось быть солнцу, стояло теперь целых четыре. Быть большой стуже, проговорил Алексей и двинулся дальше. Настоящее то солнце как было, так и есть одно. А которое лишнее, это знамение к морозу. Ванюшке сразу от этих слов стало холодней, будто мороз за воротник заглянул. По спине холодной лапой прошелся. Он поежился. Отец и не посмотрел на него, а заметил. Замерз? Спросил участливо. Потерпи маленько. Шкуру Олежков скоро до пути доведем. А тогда портными заделаемся. Малицу тебе пошьем, какую сама ядь носит. Шерстью наверх и совик такой же, только шерстью внутро. Они легкие, а наших шуб теплее. Никакой мороз не проберет. За разговором шли по знакомой дороге быстро. Но вот Ванюшка вздрогнул. На следу красные метки показались. Лахтак тут шел, не то полз. Ласты в кровь потертые. Лихо пути ему было, подумал он. Степан тоже приметил след. Кормщику и Федору показал. Теперь скоро. Вон там, за Торосом. Подождите малое время. Я это место кругом обойду. Надо увериться. Нас кто не сторожит ли? Он скрылся за Торосом. Но скоро опять появился. Идите, помахал рукой. Свободно. Кто был тут, того уж нет. Ванюшка заметил. Степан чего-то не договаривает. Они дошли до того места, где медведь Лахтака припрятал, льдом завалил. А Степан все стоит. Глядите, говорит. Вся ледяная куча не тронута. А сбоку словно прокопана нора. Мелкие ледяшки убраны. Это кто тут был, удивился Ванюшка. Песец, который за ушкуем ходит, остатки подбирает, объяснил Степан. Подошли Алексей с Федором. Все вместе быстро лед раскидали. Видят, лежит Лахтак, как его ошкуй положил. А сбоку, где подо льдом ход был, хороший кусок мяса выгрызен. Ну и хитрый песец, покачал головой Степан. За ушкуем ходит. Один всегда. Пока ушкуй ест, он не суется. Не то сам на закуску попадет. А как ушкуй наелся да ушел, он пробрался, тоже досыта наелся. И опять за ушкуем ушел. Лахтак был очень велик. На медведя его хватило. Песец наелся до отвала. И еще то, что осталось, на санке еле взвалили. А мы его есть будем? спросил Ванюшка. Пока другого мяса вдоволь не будем, ответил Степан и круче притянул тушу ремнем, чтобы не свалилось санок. На ловушке пойдет песцам и на прикорм. А если доведется, что же? Плохого тут нет. Санки, Степан, больно ладно ты сделал, похвалил кормщик. Тушу большую везем. А они словно самокаты сами идут. Ты, дядя Алексей, не приметил, улыбнулся Степан. Я полозья шкуркой мокрой навойдал. Вот они и катятся, как ледяные. Санки везти и правда было легко. Один тянул спереди, другой кутелом сзади слегка придерживал от раската и подталкивал. А ушкуй того песца от себя не гонит? Не удержался, спросил Ванюшка, когда Степан шел сзади. Того не знаю. А один промысленник рассказывал. Идет раз. Вдруг из-за тороса песец выскочил. Да как залает? Промысленник глядит, а из-за того тороса и ушкуй показался. И сразу на утек пустился. Песец за ним бежит, уж более не лает. Свою службу справил, ушкуя побудил. И больше ему лает не к чему. Значит, ушкую он тоже на пользу, в сторожах ходит. А как ушкуй эту пользу понимает, аль нет? Про то сказать не могу. Ванюшке стало очень досадно, точно сказку занятную до половины кто рассказал, а дальше не рассказывает. А как бы про конец дознаться? К избушке добрались уже в темноте. И как не устали, не нахолодались, а пришлось печку топить и дым глотать. Пока мясо жарили, ледовой воды нагрели и сами обогрелись. Степа, а ты почем знаешь, что песец ушкую знак давал? Уже сонным голосом спросил Ванюшка, устраиваясь на нарах. А то как же, удивился Степан. Стоит да лает во всю мочь. Всякому понятно, что по-своему говорит. Вставай толстопузый, беда пришла. Тот и понял, вскочил. Да давай бог ноги. Ушкуй тоже не всякий на человека кидается. Разве голоден или сердит за что? А как узнать, который кинется, аль нет? Продолжал Ванюшка. А ты постой, постой и узнаешь, сгребет он тебя, а ли нет? Сердито отозвался Федор. И так все косточки ломит, а ты еще не уймешься. Ванюшка замолчал, привалился ближе к Степану. Тот толкнул его вбок. Молчи, мол, да засыпай скорее. И прикрыл получше краем оленьей шкуры. Ванюшка повернулся, задышал Степану в спину, пригрелся, заснул. Выделать оленьей шкуры, чтобы они сгодились для одежды, работа нескорая. Ни одну неделю трудились зимовщики. Наконец справились. Федор всех удивил. Малец и ловко из шкуры краил, не хуже настоящего портного. Сухожилия оленьей сгодились на нитки, но расщепить их на несколько ниток грубыми пальцами зимовщикам никак не удавалось. Зато Ванюшка приспособился быстро и очень ловко. Нитки вскоре были готовы. А шить-то чем будем, опомнили зимовщики. Не беда, сказал Степан. Велико ли дело из моржовой кости иголку выточить? Но дело оказалось малое да хитрое. Федор попробовал и сразу отказался. Малицу покрою, сказал Хмура. А иголки не выточу. Хоть век над ней сидеть буду. Немало кости перепортили и кормщик со Степаном. А лучше всех с работой справился опять же Ванюшка. И взялся охотно, точно для забавы. Работы ему хватало. Много иголок поломалось в неумелых руках зимовщиков, пока сшили первую малицу. Но он не обижался. Видит, иголка хрупнула. И сейчас другую точить возьмется. Зато по общему согласию в первую малицу, что сшили, обрядили его. Неизвестно, кто больше радовался, портные или Ванюшка. Сначала на всех сшили малицы с капюшоном и с рукавицами пришитыми мехом внутрь. Вышло ладно, хоть целую шкуру испортили. Зато вскоре наловчились. Даже штаны из оленьих камусов на всех шили. К ним снег не пристает. Скользит с гладкой шерстки. А там взялись и за меховые сапоги. Только для них костяные иголки не подошли. Алексей шилья сковал крепкие да тонкие. «Такое шило, пожалуй, и дома сгодилось бы», – сказал он с удовольствием и смутился. Не ожидал, что сам себя похвалил. Зимовщики заметили, но виду не подали. А сапоги вышли знатные. Подошвы из шкуры морского зайца, того, что медведь так заботливо припрятал от них в торосах. Она для сапог неизносимая. Все трудились так прилежно, что не заметили, чем Ванюшка занимается. А он, чуть минутка свободная выберется, в уголке на нарах пристроится, кусок елового корня возьмет, что-то с ним делает. «А ну покажи, что там сотворил», – сказал раз Алексей. «Ванюшка отказаться не посмел. Протянул кусок корня, сам отвернулся, застыдился. Кормщик корешок взял, взглянул и глаз не оторвет. А шкуй вырезан, как живой. Прыгнулся даже. Вот-вот прыгнет». «Это ты с кого резал?» – спросил в удивлении. «С того ж, кое-что в избе был», – ответил Ванюшка. «В дверях-то стоял, прыгнуть собирался. А один клык сломанный. Приметил? Гляди». Ванюшка оживился, повернул голову медведя к жирнику. «Точно. В раскрытой пасте одного клыка не хватает». «Дед Максим из кости резал, а я из уголка приглядывал», – объяснил Ванюшка и весь зарумянился от радости и смущения. «Он сердитый, к нему не подладишься. А я глины ком возьму, гляжу и слеплю, чего он режет. Тишком. Потом из дерева и из простой кости резал. С него пример брал». «А мне почему не показывал?» – удивился отец. Ванюшка опять потупился. «Думал, ты, может, скажешь, баловством занимаюсь». «Не сказал бы», – ответил кормщик и задумался. «А правда, когда он дома-то бывал, часто ли с сыном говаривал?» «По весне моржи приплывут. Я тебе кости сколь хочешь достану», – вмешался Степан. Теперь он держал ошкуя в руках. То подносил к жирнику, то отстранялся, чтобы лучше разглядеть. И радовался. Точно сам его выточил. «Знаменитый ты у нас косторез будешь», – добавил он. «Погоди, вот домой возвернемся, о тебе слава пойдет. Дед Максим знатно режет. Да куда ему перед тобой?» Ванюшка покосился на отца. Тот ласково улыбнулся. Не выказал, какая тоска ты этих слов его взяла. «Домой возвернемся». Тихонько положил руку Федору на плечо, пока тот не успел горького слова молвить. Молодым радость отравить. Густые тени залегли в углах избушки. Слабому свету жирника бороться с ними не под силу. Белый иней ползет по стенке от порога. С моря слышится, как ветер и волны бьют и ломают припай. В избушке похолодало, хоть крепко за конопаченным мохом щели между бревнами. «Пора на покой», – сказал наконец кормщик, осторожно поставил на стол костяного ошкуя и дунул на жирник. Слабый огонек вздрогнул и погас. «Эх, и мягкая же шкура ошкуя», – проговорил Степан и потянулся так, что нары под ним скрипнули. «Такую еще добыть надо, вот тепло-то будет, хоть печку не топи». «Болтай больше», – как всегда заворчал Федор. В раздражении он взмахнул рукой, больно стукнул ею о стенку и еще больше рассердился. Долго бормотал что-то неладное, пока сон его не сморил. Ванюшка не слыхал ни того, ни другого, лежал смирно с открытыми глазами. Не спалось. В избушке темно, хоть глаз выколи, но и в темноте он так ясно видел страшную битву моржа великана с ошкуем. Будто он и сейчас стоит перед ними там, на морском берегу. Вот что он хочет вырезать. И вырежет непременно. В берлоге. Серое небо сплошь затянули облака. Скалы на снегу не дают больше тени. Все слилось в ровный белый цвет. Глубокие трещины притаились под снегом. Над ними чуть-чуть западает поверхность, но в рассеянном свете это незаметно. Опасно ступить на нее. С виду прочна, а даже легкого нажима не сдержит. Ну, медведице тени не требовалось. И так отлично разберется, где опасно, а где нет. Подбитые теплым мехом подошвы по самому хрусткому снегу ступали бесшумно. Самые скрытые трещины обходили уверенно, будто им кто указывал. Охотится она? Не похоже. Медвежья охота вся ледовая, на морского зверя. А медведица давно уже сошла с припая на берег и уходит с него все дальше. Следы, точно кто прошел в огромных растоптанных валенках, сворачивали к каждому обрывистому склону с наветренной стороны. Что ей там нужно? И везде что-то не нравится. Потопчется и снова шагает дальше. Кажется, нашла. В этом месте она постояла, опустив голову, словно задумалась. Осмотрелась. Когтистой лапой копнула снег и вдруг решилась. Принялась рыть обеими лапами. Да так, что снег вихрем полетел в стороны. Покопает, подумает, еще копнет. Неглубокая яма выросла на глазах. Готово. Еще несколько осторожных ударов, поправок и огромная белая туша с глубоким вздохом вытянулась на приготовленной постели. Сверху ничем не покрыта, не беда. Первая метель надежно закроет ее снежным покрывалом. Там внутри стены сама обомнет боками. А пурга позаботится, насыплет крышу потолще. Хорошо будет в уютной пещере и самой дремать, и детей растить всю долгую зиму до первых весенних дней. На тропинке вдруг что-то меркнуло. Тоже белая на белом снегу, но маленькая, юркая. Песец. Хитрая острая мордочка так и вертится во все стороны. Острый черный нос вынюхивает. Что может встретиться неожиданное? Плохое попадается чаще хорошего, потому песец не идет, а крадется. Ушки на макушке, глаза на чеку. Хорошо, конечно, полакомиться остатками медвежьего обеда, но так, чтобы вместо закуски самому не попасть медведю на обед. Однако как неосторожно ступают легкие лапки, а медведи ушки тоже на макушке. Вот медведица повернула голову, глухо рыкнула, как отдаленный гром прокатился, и снова опустила голову. Она не испугалась. Здесь, на острове, у медведей нет врагов. Просто не хотела, чтобы ей надоедали. Повторять не требовалось. Песец исчез, точно его ветром сдуло. Пурга не заставила себя ждать. На другой же день земля, небо, все закрутилось в белом вихре. Медведица не шевельнулась. Это то, что ей требовалось. Буря бушевала всю ночь. Снег летел, не задерживаясь на ровных местах. Сыпался в пропасти, заполняя их рыхлым, обманчивым пухом. Ступишь, не обрадуешься. Наткнувшись на преграду, буря разъярилась еще больше. Валы снега громоздила друг на друга выше и выше. И когда она утихла, на месте под обрывом, где накануне легла медведица, возвышался сияющий снежный холм. Пойдем, не пойдем. Пойдем, не пойдем. Ванюшка с утра как встали, метался то на улицу, то опять в избу. Все тепло из избы выпустил, строго сказал отец. Чего тебя разбирает? Степан за олежками меня взять обещал, смущенно ответил Ванюшка. Я на погоду смотрю. То-то ты в погоде крепко понимаешь, усмехнулся Степан. Сидя на нарах, он старательно чистил и без того чистую свою пищаль. Пищаль была очень старая, еще деда Степану досталось. Только ложа новая, вытесана и прилажена его умелыми руками. Степан эту пищаль ни на какую новую не сменял бы. Плечо у меня разболело с чего-то, лук натянуть не дает. А свежинки хочется. Так и быть, одну пулю на одного Олежка страчу. Пищаль у меня сама куда надо вцелит. Знай, крепче держи, чтобы щеку не разворотило. Он любовно погладил тяжелый ствол. Приклад-то я сам сготовил. Уж так ладно к плечу ложиться. Валим, Ванюшка. Ты на меня Олежков гнать будешь, а я за камешком схоронюсь, их встречу. На Лайкино место брехать наладишься. Сам ты пустобрех хороший, тебе и лайки не надобно, сердито отозвался Федор из Синей. Степан вспыхнул. Повернул было к двери. Но тут Алексей успел, положил ему руку на плечо. Не трожь. Дай срок, сам в чувство придет, проговорил он тихо, чтобы Федор из Синей не услышал. Ему твоего тяжелей, сам знаешь. Ребята малые устались. А ты, одна голова не бедна, а и бедна так у дна. Степан горяч да отходчив. Сразу остыл, встал. Только головой Ванюшки на дверь мотнул. Собирайся, пойдем. Говорить, видно, опасался. Федор на голос опять чего бухнет и не стерпишь. Не ходили бы сейчас, промолвил Алексей. Погода ненадежная. Оленям что? Соберутся в кучу и стоят тесно. Который замерзнет, в середину лезет. Так и крутится вперед да назад, покуда не стишется. А мы к ним тоже в самую середку, засмеялся Степан. Собирайся, Ванюшка. Вот, мясо в рыбьем пузыре за пазуху сунь, чтобы не замерзло. Оголодаем и пожуем. Алексей вздохнул, спорить не стал. Неспокойно ему за погоду. Но когда сердце у Степана разгорится, лучше пускай пробежит, остынет. Длина суровая зима. В тесной избе с миром да ладом ее пережить тяжко. А вот если заноза вроде Федора заведется, и вовсе трудно станет. Степан уже направился к двери, но ее как раз загородила спина Федора. Пятясь, он тащил в избу для какой-то потребы оленью шкуру. Степан отстранился, пропустил его. — Пойдем, Ванюшка, — проговорил задорно. На улежков брехать и то лучше, чем на людей дуром кидаться. Федор с размаху бросил шкуру на пол, весь точно ощетинился. Но Степан, не глядя на него, шагнул в сене, рывком распахнул наружную дверь и вышел. Ванюшка торопливо и радостно кинулся за ним. Солнце уже давно не поднималось высоко в небо. Выглянет, будто нехотя. Над краем земли проплывет и опять вниз уходит. Каждый день все ниже и ниже. — Вишь, как заленилось, — говорил Ванюшка, с трудом поспевая за широким шагом Степана. Точно его за ремень, кто привязал, да вниз тянет. — Скоро и вовсе от земли не оторвется. Силы не хватит, — отвечал Степан на ходу. — Высунет макушку. Пускай, мол, на меня в последний раз люди да звери полюбуются и скроются. Долгие месяцы нам его ждать доведется. — Степа, а как же на охоту ходить будем? — не отставал Ванюшка. — В избе, в потемках и то, чего надо, не найдешь. А тут и вовсе... — Чего вовсе? — удивился Степан. — Нам и без солнца видно будет. Сполохи дорогу покажут. Месяц скоро без захода по небу в круг пойдет. Хоть и малый свет от него, а все же свет. Кулемки до пасти на песцов ставить будем. К ним без солнца дорогу найдем. Степан говорил в полголоса и Ванюшке так наказывал. А сам то и дело нагибался, хмурился и головой качал. Куда лешки подевались? Ни одного свежего следа нет. Не пургули почуяли, в затишное место подались. И вдруг остановился. — Гляди, Ванюшка. Ох и неладно! — вымолвил. Впереди, как из-за края земли, поднялась новая туча и сразу захватила полнеба. Огромная темная стена росла на глазах и надвигалась все ближе. От нее отделились крутящиеся столбы и со страшной быстротой понеслись вперед. — Ложись! Унесет! — крикнул Степан. Но в реве бури голос его уже не был слышен. Но он успел схватить Ванюшку за руку и оба упали, прежде чем крутящийся снег долетел до них. Одной рукой прижимая к себе Ванюшку, Степан другой крепко ухватился за выступ большого камня. И не будь этого камня, вихрь оторвал бы их от земли. Ванюшка поднял было голову, но тут же задыхаясь опустил ее. Рот его забил мелкий колючий снег. Лицо покрыла ледяная маска. Ресницы смерзлись и мешали открыть глаза. Они лежали долго, неподвижно. Все швы на одежде, казалось, открылись, и ветер, проникая, колол кожу словно иголками. «Закупаться надо, пока вовсе не замерзли!» — решил Степан. Он с усилием отнял от камня застывшую руку и сунул ее в снег. Мальчонка не замерз бы, подумал. И эта тревога точно прибавила ему силы. Он копал и копал, постепенно углубляясь в снег, как вдруг рука его провалилась в пустоту. Оттуда пахнуло теплом и резким запахом чего-то живого. Степан рванул руку назад, хотел скачить, но тут же почувствовал, что снег под ним опускается. Последним усилием он обхватил лежащего рядом мальчика, и оба провалились в теплую, непонятную темноту. Войпурги еще некоторое время доносился до них слабее и слабее, и, наконец, почти затих. Пролом занесло снегом. Субтитры создавал DimaTorzok